Во дворце культуры молодежной в Кировском округе нет свободных мест. В зале желающие пообщаться с главой региона и мэром Омска. Транспорт, дорожный ремонт, благоустройство дворов – темы, которые волнуют горожан больше всего. Интенсивное движение на пересечении улиц Дмитриева и Ватутина – одна из первых озвученных проблем. Решение найдено сразу. Виталий Хаценко распорядился установить на опасном участке дополнительный светофор для безопасности пешеходов. Еще жители Левобережья попросили обустроить тротуары и проезды. Как сообщил глава округа Алексей Носеткин, работа уже ведется. В этом году в рамках муниципального задания отремонтируют 61 тротуар. 35 из них в зоне многоэтажной застройки. На 42 проездах работа почти завершена. Также мы заходим в частный сектор. Уже пять дорог отремонтированы. Поэтому эту работу будем продолжать делать и заявки. График ремонта дворов и тротуаров теперь будет отражен на сайте администрации округа. Это рекомендация от главы региона. Еще одна острая тема – благоустройство микрорайонов. Там не хватает детских площадок, малых архитектурных форм, освещения. Изменить качество городской среды к лучшему призвана программа инициативного бюджетирования. Ами часами решают, как и на что направить средства. В Кировском округе в этом году реализуются два проекта – на территории между домами по улице Перелета и в сквере. Планы на 2024-й масштабнее. Больше проектов, больше финансирования. Между пятью округами Омска распределят 500 миллионов рублей. Действительно, люди решают жить в этом городе или не жить в этом городе. Люди решают уехать из него или не уехать из него. Учиться нашим детям или нет. На сегодняшний день мы видим, как преображается наш город в целом. Так как я представитель 6-го микрорайона, я могу сказать, сегодня уже звучало, что это, наверное, один из самых лучших микрорайонов в городе. Потому что мы завели инициативный проект, это заменили детскую площадку на бульваре Заречном. Это сердце нашего микрорайона. Завершение благоустройства в парке 300-летия Омска. Наболевший вопрос. Пространство должно стать центром семейного отдыха и развлечений, как Зеленый остров, приводят пример местные жители. Сейчас там много прогулочных зон и велодорожек. Это совместная работа власти и бизнеса. Зеленый остров благоустраивали по федеральной программе формирования комфортной городской среды. А инвесторы вложились в аттракционы, кафе и ларьки. Такую же модель горожане хотят видеть и в парке 300-летия Омска. Мы хотим по фото-клесу, то есть в разных бюджетах съездить. И в рамках бизнеса, чтобы бизнес пришел, поставил аттракционы, кафе. Сначала предстоит доработать концепцию благоустройства парка 300-летия Омска. Пока для участия в федеральной программе она не подходит. После согласования проекта поиск частных инвесторов, которые будут готовы вложиться в развитие территории. Продолжение следует...